Добрый день! В эфире женский портрет и у нас в гостях супруга посла Беларуси в Армении Элла Назарук. Добрый день! Спасибо, что приняли наше приглашение. Вам спасибо. Элла, супруга посла — это тоже определенный дипломатический статус. Легко ли вам дается эта служба? Эта служба. Супруга дипломата — это, в принципе, супруга. Это не сложнее, наверное, и не проще, если говорить о быте, о погоде в доме. Но если говорить о нюансах таких, мой супруг или дипломат со своим спутником, спутницей всегда находятся на виду. И получается жизнь у них более публичная. При этом мы встречаемся с людьми из разных стран, которые имеют различную религию, различные национальности. Наверное, нам нужно быть более приветливыми, более податливыми где-то, более контактными. В Армении у меня здесь получается очень насыщенная жизнь. Я знакома с огромным количеством людей, с армянами. Я дружу с дипломатическим корпусом. И поэтому сказать, что здесь моя служба сложная, наверное, нет. Она переносит мне удовольствие. А в вашей семье вне долга службы кто более дипломатичный? Вы или ваш супруг? Кто первый идет на уступки? Вопрос такой с подковыркой у вас. С возрастом мы все становимся более дипломатами, более дипломатичными. Какой-то там юношеский максимализм уходит в сторону, и мы остаемся со своими мыслями наедине. И, наверное, скажу еще, что женщины сами по себе более податливые, более мягкие. И поэтому, наверное, в нашей семье дипломат я иду на уступки чаще я, чем супруг. Вы уже продолжительное время живете в Армении. Что вам больше всего нравится в Армении, а что вы воспринимаете неоднозначно? Недавно я себя словила на мысли, что для меня время в Армении — это такие большие армянские каникулы. И сказать, что что-то мне не нравится, я не могу. Вот мне нравится все. То ли я приехала с каким-то восторгом, относилась к стране, к столу армянскому, к армянам, а сейчас прожила, и я понимаю, что я здесь, ну, чувствую себя очень комфортно. Мне нравится все. Вот я не покривлю душой, мне нравятся горы, мне нравится город, мне нравятся храмы, мне нравятся люди. Продолжаю, мне нравится армянский стол. Я не могу, я не вижу никаких вот таких вещей, которые меня там коробили или мне не нравились. Мне очень нравится жить в Армении. На ваш взгляд, у Армении и Беларуси больше общего или они разные по традициям, культуре, менталитету? Я считала, считаю и, наверное, буду считать, что гораздо больше общего. Мы жили долгое время в одной стране. У нас были одни и те же книги, у нас были одни и те же принципы жизни. Мы смотрели одни и те же фильмы. Поэтому мы были одно целое, несмотря на, конечно, какие-то разные взгляды на некоторые вещи. Восток дает какую-то, наверное, свою характеристику, свои оттенки на те или иные события. Но все равно у нас очень много общего. Гостеприимные белорусы, гостеприимные армяне. Юмор, вот армянский юмор легко проходит в Беларуси. Как я понимаю, что белорусский юмор тоже легко войдет в армянскую жизнь. Если вы приедете к нам в Беларусь, в Минск, вы не ощутите никакой разницы. С удовольствием вас встретят, и вы подумаете, странно. Люди, может быть, более голубоглазые, более светловолосые, разговариваем над ней те же темы, шутим теми же шутками. То есть больше-больше, конечно, общего. Можно со мной поспорить, что молодежь не жила в одной стране, но сейчас молодежь во всех странах, наоборот, более интернациональная. Они не имеют границ, они как раз тоже смотрят свои фильмы одинаковые в разных странах. Это будет Армения, Америка, Франция, Беларусь, Россия. И они тоже имеют очень много общего. Я считаю, что общего больше гораздо. Ну, может, все-таки что-то было в армянской культуре, что поначалу вас удивило, было непривычным? Чтобы так удивило в культуре, все было как бы ожидаемо. Многого я, конечно, не понимала, может быть, будучи живя в Беларуси. Но все ожидаемо. Единственное, наверное, меня удивило, армянская диаспора живет по всему миру. И я не могу понять, как армяне умудряются создавать семьи внутри своего народа. Вот для меня это удивительно. В диаспоре как-то создавать семьи. Да. Ну, получается, армян живет много в мире, но они все стараются все-таки армянин взять в жены армянку. Как это у вас удается, я не понимаю. Для меня это удивительно. Знаю, что вы изучали армянский язык и кухню. Каких успехов вы добились? Вот это больной вопрос. Когда по приезду в Армению в первый год пребывания я давала интервью одному изданию. И в конце, наверное, как-то я на радость, что хорошо прошло интервью, погорячилась и сказала, вот через пару лет мы встретимся с вами, я угощу вас с Гатой и буду разговаривать с вами на армянском языке. Я как человек, который стараюсь выполнить свои обещания, конечно же, приготовила Гату, угостила армян, сказали все правильно, все хорошо. Но с армянским языком, конечно, сложности. Я не смогла научиться говорить на армянском языке, хотя вот я посещала занятия в Ремиде Республики Армения, такая ассоциация «Добро пожаловать в Армению». Большое, конечно, спасибо и благодарность нашим учителям двум, которые пытались вбить в нас армянский язык, но я за себя скажу, я не разговариваю на армянском. Но меня радует то, что сейчас для меня это не просто поток слов, когда вот говорит армянин, я улавливаю какие-то фразы, я могу что-то понять, общий контекст, но влиться в беседу я не смогу. Но мне приятно, вот я хожу по городу, я всегда обязательно читаю вот эти вывески на армянском языке, буквы знаю, и я так радуюсь, потому что вот, умею читать. Ну, и так, если это название мне непонятное, да, я не знаю, что я читаю. Очень сложный язык, эти вот бэ-пэ-та-та, для меня это сложно, моему уху сложно, какие-то звуки моему горлу сложно говорить, язык сложный. Я знаю, что помимо Армении вы также жили в Латвии. Вот интересно, что вам там понравилось? Там тоже вот вы считаете, что много общего между вашей страной и Латвией? В Латвии мы тоже жили лично времени. Живешь когда в другой стране, а не едешь в отпуск, где-то там отдыхать, это совсем другие ощущения. Скажу, мне Латвия тоже понравилась. Ну, в Латвии, наверное, мы больше жили такой вот белорусской частью, да, более закрытой, чем в Армении. Мало того, я могу сказать, что даже здесь наши дипломаты, наши сотрудники, они в Армении живут больше вот с армянскими людьми, с армянским народом, чем вот, да, общению больше. Скорее всего, опять же, это близость менталитета. Хотя вроде как по расстоянию к нам в Латвии ближе. Природа латышская нам ближе к белорусской. Ну, вот какой-то вот такой дружбы открытости, наверное. Ну, хотя у меня очень хорошее воспоминание о Латвии тоже очень хорошее. А насколько часто вам удается видеться с родными и чего вам больше всего не хватает, когда вы живете за рубежом? Сегодня, при наличии больших возможностей коммуникации, по телефону и через компьютер, все равно не хватает родины. Видно, это тяга, если у каждого человека, наверное, называется любовь к родине. Я бываю в Минске два раза в год. Мне не хватает здесь, в Армении, при том, что я здесь хорошо живу и вроде как довольна всем, близости родных, мамы, дочки, внучки. Я вот иду по городу, в Минск, да, у меня что-то в сердце трепещет. Наверное, это и есть вот любовь к родине. Не знаю, как это объяснить. Это как-то на генетическом уровне не хватает, конечно. Многие могут уехать жить надолго в другую страну и при этом оставаться счастливы. Говорят же, что люди делятся на две части. Я, видно, отношусь к той части, которая не сможет долго жить вдали. Мне нужна эта подпитка. Я должна жить там, где я родилась. Вот вы сказали про счастье. Интересно, на ваш взгляд, в чем заключается женское счастье и насколько вы его ощущаете? Счастье для любого человека, вообще для любого, не женского, я считаю, это когда живы и здоровы родители, когда счастливы в их понимании дети, внуки, когда не болеют родные и близкие, когда есть уютный дом, когда идешь на работу с радостью и получаешь оттуда какие-то положительные эмоции, не только хорошие деньги, это тоже счастье в этом смысле. А женское счастье, да, нужно добавить вот к этим всем вещам, это когда рядом, когда ты любима, когда рядом, наверное, человек, который не только твой муж, но он твой собеседник интересный, он твой компаньон, с которым можно подняться в гору и сесть просто посмотреть телевизор, один и тот же фильм, потом поговорить о нем. Наверное, вот это и есть женское счастье. Ну и судя по тому, как я назвала, наверное, я счастливый человек. Женское счастье у меня есть. Это замечательно. А какие у вас девизы по жизни? Девизы по жизни. Надо оставаться всегда человеком. В любых обстоятельствах, при взлётах и падениях, быть человеком. Это такой вот основной мой принцип. И есть принцип, который, наверное, этим принципом пользуются армяне. Нужно радоваться вот каждому дню. Не жить одним днём, ведь армяне уже тоже дают образование детям, строят дома, какие-то планы на будущее. Но они умеют радоваться каждому дню. Много денег, мало денег. Но они всегда собирают столы, собирают родных. В выходные едут на природу. Дети, тёти двоюродные, там бабушки, дедушки. Вот они встречаются и радуются. Радуются вот каждому дню. И мой второй принцип — нужно радоваться каждому дню. Замечательные принципы. Я думаю, что наши телезрители тоже возьмут их на вооружение. И так как у нас предновогодняя программа, интересно, как в Беларуси празднует Новый год и как ваша семья будет отмечать в этом году? Ну вот, если говорить о менталитете, опять же, в общем, мы очень похожи отмечаем Новый год. У нас всегда большой стол. У нас оливье. У нас, конечно, должна быть селёдка под шубой, мандарины, шампанское. И даже те, кто сидел на строгой диете, Новый год — это такое послабление. Стараются в кругу семьи, в кругу друзей. После боя курантов, конечно же, могут кто-то остаться за столом, кто-то пойти на ёлку. У нас есть там большая ёлка в центре города, но на каждом районе, я про мисс говорю, свои ёлки, народное гуляние. Можно сходить, все веселятся, поздравляют друг друга с Новым годом. Можно вернуться опять в застолье. Конечно, так очень важно подарить подарочки своим близким, родным. Ну, Новый год — это, конечно, счастье больше для детей. Это когда они ещё верят в чудо, и это чудо ты можешь сделать, порадоваться для детей. Это очень приятные моменты. Что ещё могу сказать? Одно отличие — у вас большие праздники новогодние. У нас только один день, и мы в один день должны успеть и сами порадоваться, порадоваться своих близких, навестить кого они встретили, ну, и подарить подарочки. В Армении будете встречать? В этом году в Армении. Да, кстати, вот если мы в Армении отмечаем, да и в Латвии, очень много звонков, потому что все считают, что мы где-то далеко, путешественники, все хотят нас поздравить, все хотят чокнуться бокалом шампанского. Бывало вот, по-моему, два года назад, мы не могли отойти от компьютера, потому что звонки за звонками, и все нас поздравляли с Новым Годом. А можете вы поздравить наших телезрителей с Новым Годом? Дорогие телезрители, я хочу поздравить вас от души с наступающим Новым Годом. Новый Год — это всегда какой-то новый отчет, обнуление старых проблем. И хочется, чтобы в следующем году, в Новом Году, все ваши планы, все ваши надежды сбылись. Спасибо большое. Спасибо вам. Редактор субтитров А.Семкин